Ковид уже отступил, вернулись обоняния и вкусы, но не тут-то было. Месяц за месяц многообразие запахов вдруг начинает сужаться. То один, то другой продукт органы чувств распознают искаженно. Вместо аромата любимых блюд откуда-то возникает запах тухлой рыбы, плесени, растворителя, гнилого лука. Такое может случиться с каждым. И такое случилось со мной. Анасмия, то есть полная потеря обоняния, казалось бы, прошла еще зимой. Но в феврале бананы и мясо вдруг стали отдавать каким-то странным химическим привкусам. Затем рыба, яйца, кофе и прочее, прочее, прочее. В отчаянии написала пост. И к неожиданности для самой себя получила по меньшей мере дюжину сообщений с похожими историями. Таких очень много в мире людей. Я даже вступала в чат общий наш российский. Там на тот момент было 18 тысяч человек. Я вообще не могла супы варить, я просто выходила из дома, я просто рыдала. Очень тяжело, потому что вкусы совсем другие. Мясо есть не могу совсем. Чеснок, лук также. Тема на сегодняшний момент действительно актуальная. У нас таких пациентов очень много. Коронавирус поражает обонятельные тракты, веточки лицевого нерва, языкоглоточного. В результате нарушается обоняние, нарушается вкусовая чувствительность. По последним данным поражаются не сами нейроны, а окружающие их клетки. Это нейроглия, астроциты так называемые, которые поддерживают их и помогают рецепторам, в частности, обонятельным рецепторам, восстанавливаться. Ковид же не дает этим клеткам функционировать нормально. Возникает анемия нервных окончаний. Отсюда анасмия – полная потеря обоняния. Постепенно это развивает парасмию, искажение обоняния или даже фантасмию – так называемые обонятельные галлюцинации. У болезни Альцгеймера и у болезни Паркинсона, демилинизирующих заболеваний, одним из первых симптомов является как раз нарушение обоняния. А так как мы знаем, что ковид, вирус, тропен к нервам, он может также возникать демилинизацию, либо какую-то дисфункцию в нерве, как периферической, так и центральной части. Впрочем, не спешите пугаться, успокаивают медики. Вряд ли у всех разом наступил Альцгеймер или Паркинсон. Постковидная парасмия лечится. Здесь вставляется фитиль нейтральный, и мы туда капаем разные масла. Обонятельные тренажеры – так ауроботерапевты назвали изобретение для лечения постковидных проблем с обонянием. Его предложили европейские терапевты весной этого года. Согласно рекомендациям, каждый день нужно делать ингаляции на основе трех масел. Эвкалипт, гвоздика, который пробуждает эмоции, и базилик. Он из поколев веков считался ароматом, который восстанавливает обоняние. Капаем мы либо в пузыречки, либо в такие ингаляторы портативные, и человек несколько раз в день, по минутке 3-4 вдыхает их. Тем самым активируются сигналы, которые поступают в головной мозг, и пробуждается как зона в головном мозге, потому что правление идет через гипоталамус на весь организм, так и, собственно, восстанавливаются вот эти нервные импульсы. По словам ароматерапевтов, эфирное трио сокращает время восстановления обоняния многократно. Главное – не перебарщивать и не вдыхать эфирные масла в чистом виде. В неразбавленном состоянии они могут обжечь слизистую носа. Вариантов два – использовать ингаляторы или эмульгаторы. Важно! Внимательно читайте инструкцию на упаковках масел. Впрочем, медики считают, что стимуляция рецепторов – лишь часть лечения. Но на самом деле влияет еще и хроническое заболевание, которое есть у того или иного пациента. Часто бывает, что есть латентная аномия, железодефицитная аномия. Например, дефицит витамина Д, В12, витаминов группы В общего белка, потому что коронавирус очень сильно истощает по железу, по общему белку. И, конечно же, нужно проверить в целом, потому что функциональность самого обонятельного анализатора, как системы, должен работать полноценно, если в организме всего достаточно. Эффективнее всего комплексный подход, подчеркивают эксперты. Это работа в междисциплинарной плоскости. Свои полезные рекомендации могут дать физиотерапевт, психолог и остеопат. Лор поможет в лечении периферийных причин искажения обоняния. Это возможные ренит и синусит, нафтезинозависимость и искривление перегородки носа. Невролог в лечении нарушения нейронных связей. А начать врачи рекомендуют с развернутого анализа крови. Возможно, проблема в дефиците базовых микроэлементов. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.